Из здешних наземных познаний одно бывает по естеству, а другое сверхъестества. Что есть это второе, явно будет из первого. Знанием естественным называем мы то, которое душа может получить через исследование и изыскание, естественными пользуясь способами и силами. А творение и виновники творения, разумеется, сколько это доступно для связанной с веществом души. Ибо энергия ума ослабляется от соприкосновения его и с растворения с телом, и от этого не может он быть в непосредственном прикосновении с мысленными вещами, но имеет нужду для помышления о них в фантазии, которой природа творит образы протяженные и дебилые. Итак, ум, поскольку во плоти есть, имеет нужду в соответственных образах вещей, чтобы судить об них и понимать их. Какое теперь познание ум? Таков суще получит всем естественным способом. Такое мы называем естественным. 10. А сверхъестественное знание есть то, которое приходит в ум, путем, превышающим его естественные способы и силы, или в котором познаваемое сравнительно превышает ум, связанный с плотью. Так что такое познание, очевидно, свойственно уму бестелесному. Бывает же оно от единого Бога, когда найдет он ум, очищенным от всякого вещественного пристрастия, и объят их божественной любовью. Не одно, впрочем, знание так разделяется, но и добродетель. Ибо иная добродетель такова, что не превышает естества и справедливо называется естественную. Иная же воздействуется от первого источника добра, и как превышающая естественные наши силы и состояния, должна прилично именоваться сверхъестественную. Объяснив это, полагаем, что естественное познание и естественный добродетель может иметь и непросвещенный, сверхъестественных же никак. Ибо как бы мог он возыметь их, непричастен сущий, действующего здесь верховного виновника? А просвещенный может иметь их обеи. Прибавлю только при этом еще одно различие. Сверхъестественные добродетели нельзя стяжать, не стяжав прежде добродетели естественные. Знание же сверхъестественного, сделать все причастным, и без естественного ничто не препятствует. Ведать однако же намлежит, что как чувства и фантазии имеют и животные, имеет и человек, только у него эти силы гораздо лучше и выше. Так в отношении к естественным добродетелям и познаниям бывает, что их, оба и просвещенные, и непросвещенные имеют, но у просвещенного они в гораздо лучшем и высшем состоянии находятся, нежели у непросвещенного. Приложу еще из познаний называемых естественными, то, которое занимается добродетелями и противоположными им склонностями. Бывает тоже двоякое, одно голое, когда философствующий о таких расположениях не испытал их на деле. Каковое познание иной раз колеблется сомнениями, а другое деятельное и, как бы сказать, все душевное, когда познание поддерживается испытанием на деле таких расположений. Каковое познание бывает очевидно и верно, никогда не колеблется и не допускает сомнений. Между тем, как это так бывает, узнаем, что есть четыре вещи, противодействующие уму, стяжа недобродетели. Первое – предрасположение к противным ей навыкам, которое в силу долговременного навыка влечет склониться на земное. Второе – действие чувства, которое, увлекаясь чувственными красотами, вместе с собой увлекает и ум. Третье – ослабление энергии ума, которое ему подвергается он по причине соплетения своего с телом. Ибо не в таком отношении состоят зрения к зримому и вообще чувства к чувственному, как ум к мысленному. Говорю об уме души еще сущей в теле, ибо без вещественной умы действий не соприкасается с мысленным, нежели зрение с зримым. Но как, когда зрение заволокло, оно неясно, неточно и более слиянно отображает в себе форму видимых им вещей, так и ум наш, хотя осознает мысленное, однако ж не может действенно зреть мысленных красот, а вместе с тем и вожделевать из того ничего он не может, так как мера расположения бывает по мере познания, и он тотчас опять не извлекается к чувственным красотам, яснее ему представляющимся. Ибо он по необходимости устремляется к тому, что является перед ним добром, истинным ли или неистинным. Кроме же всего этого, еще и четвертое нападение бесчеловечных нечистых духов. И сказать нельзя, сколько и каких сетей для уловления душ расставляют они. Увы, всюду по пути многовидны и многообразны, в чувствах в слове, в уме и во всем, можно сказать, в сущем, которых никак не избегла бы ни одна душа, если бы восприявший на плечи свои заблудшую овцу, тех, которые на него очи свои устремляют, безмерным попечением своим не делал высшими их. Во избежение всего этого три следующие потребны нам средства, из которых первое и величайшее есть к Богу о честь своих вседушное обращение и от Него руки помощи и спрашивания, все упования на Него возлагая, по искреннему убеждению, что если Он не заступится, то неизбежно попадем в плен тех, которые влекут нас к себе. Второе же, которое, как я полагаю, служит причиной и первого, есть непрестанная ума питания ведением. Под ведением же этим я разумею ведение всего сущего, чувственного и мысленного, как оно есть само по себе и какое отношение имеет к первой причине, как от нее и для нее сущие, и доступное для нас созерцание виновника всего сущего, по наведению из того, что от Него. Ибо исследование естества твари ощущает от страстного к ним расположения, избавляет от прельщения ими и возводит к началу их, давая, как в зеркале, видеть в прекрасном, чудесном и великом прекраснейшее, чудеснейшее и величайшее. Лучше же сказать то, что выше всякой красоты, чудесности и величия. Вращаясь всегда в таких помышлениях, ум может ли не возжелать сущего блага? Ибо если он иной раз устремляется к чуждому для Него, не тем ли более устремиться к своему? Пленившись же этим, душа к чему из сущего долу позволит себе прилепиться, когда она обыкновенно отвлекает ее от любящего ее и любимого ею. Да, она даже и жизнью во плоти станет недовольна, как таковою, которая полагает ей препоны к стяжанию и вкушению истинных благ. Ибо если и неясно, как сказано, ум утревает вещественном мысленную красоту, но мысленные блага таковы и талики, что и малое оттечение из моря оной красоты, и самое, и слабое лучей ее появление может убедить ум перелететь через все несмысленное, и к тем одним благом устремиться, отнюдь не попуская себе отступать от сладости той. Хотя бы из-за этого случилось подпасть чему-либо и горькому. А третье, что должно быть при этом, есть умерщвление супружницы нашей плоти, ибо иначе невозможно ясно и раздельно узреть указанное по появлению небесных тех доброт. Умерщвляется же плоть постом, бдением, спанием на голой земле, суровой одеждою, необходимою и утомительными трудами. Так умерщвляется, или лучше сказать, все распинается Христу плоть, сделавшая же таким образом утонченную, очищенную, легко и благоустроенную, легкую. Она удобно без сопротивления, следует за движениями ума, и вместе с ним возвышается горе. Без этого же всякое наше старание о том оказывается тщетным. Эта честная троица, когда бывает согласна сама в себе, порождает в душе лик блаженных добродетелей. И невозможно, чтобы в украшенных этой троицею или след греха какого оказался, или недоставало какой-либо добродетели. В таких не смущает уже ум нестяжание, как уже брошенное, ни слава, как уже оплеванное, от которых душа, пока привязывая к ним, бывает, уязвляется многими страстями. И, как утверждаю, что невозможно воспарить горе души, приверженной к богатству и славе, так не говорю, что было возможно заботиться о них душе, которая довольно долго подвязалась в сказанных трех духовных деланиях, так что и до навыков в них дошла. Ибо если она при таковом настроении не считает истинным благом ничего, кроме блага верховного, из прочих же благ лучшим то, которое, как убеждена, более подобно первому, то как может она любить и благоволительно принимать злато и серебро или другое, что из доли них вещей? Это же да будет сказанное относительно славы. Даже и эта ненасытнейшая вещь, разумею, забота, не делает тогда нападений на разум с противной стороны. Ибо о чем стал бы заботиться, ни к чему издейшнего, ни пристрастной, ничем из того не занимающейся? Облако забот составляется из испарения от главнейших страстей сластолюбия, сребролюбия и славолюбия, та, что свободная от этих чужд и заботы. У сказанных лиц, навыкших трем тем духовным деланием, нет недостатка и в благоразумии, которое почитается другинею мудрости, и есть наисильнейшие из ведущих горе средств. Ибо в науке добродетелям заключается точное распознание и блага, и того, что противно тому, а для этого требуется благоразумие. Под его же руководством опыт и борение с плотью научают, как наилучше делать добро и противиться злу. 20. И страх присущ им, ибо по мере того, как увеличивается любовь, возрастает и страх. И сколь надежда получить благо, столько страха не получить. И это гораздо более угрызает душу, уязвленных любовью, нежели угрозы бесчисленными муками. Ибо как получить блаженнейшее, так не получить окаяннейшее. Что по пути нам слово и иным образом притекло, надо бы начать с конца, ибо все бывающее от конца своего получает как развлечение частей, так и их чинное соотношение. Конец нашей жизни есть блаженство, или что тоже царство небесное, или царство Божие. А оно само есть не зрение только царственнейшей троицы, но при этом приятие и божественное привтечение, и как бы восприятие обожения этим привтечением восполнение недостающего в нас и усовершение несовершенного. И это-то служит пищей мысленных существ. Это восполнение недостающего через божественное то при втечении. Здесь совершается круг некий непрестанный, от того же начинающийся и тем же кончающийся. «Ибо чем более кто разумевает, тем более вожделевает, чем более вожделевает, тем более вкушает, чем более вкушает, тем более возбуждается к большему опять уразумеванию. И тотчас снова начинает это недвижимое движение, или, пожалуй, недвижимую недвижность». Итак, конец жизни нашей, сколько доступно это нашему постижению, таков. Теперь следует рассмотреть, как к нему должно идти. Для разумных душ, которые суть умной сущности, и малым чем отстоят от умных ангельских, здешняя жизнь есть борение, и жизнь во плоти дана им на подвиг. Воздаяние же за подвиг и борение есть сказанное состояние. Дар достойный вместе и божественной благости, и божественной правды. Правды, потому что благоте достигается не без собственных трудов и потов. Благости, потому что дар безмерно превосходит всякий собственный труд. Еще потому, что самое то, чтобы возмочь сделать доброе, есть дар Божий. Но в чем же здешний подвиг? Разумная душа сопряжена с животным телом и с земли имеющим бытие, и к дольнему тяготеющим. Растворена же она с этим телом так, что из всех двух души и тела, совершенно друг другу противоположных, состоялось одно существо без превращения, однако же, или смешения сих частей, да не будет, но так, что из этих двух, носящих свойственно им по природе их, состоялось одно лицо в двух совершенных естествах. Так, двуестественным неким существом состоявшееся это составное животное, человек проявляет и в действии свойственно каждому, в частности, естеству. И телу, естественно, желать подобного ему телесного. Такое желание подобного, естественно, всем существам, так как само существование и их условливается существованием, существлением в себя, подобного себе. Тело естественно и наслаждаться подобным в чувстве. Еще же любезен ему отдых при утомлении. Вот что естественно и желательно животному, нашему естеству. А разумной же душе, как естеству умному, естественно и желательно такое же умное и наслаждение тем свойственным тому образом. Прежде же и более всего естественно вкоренена в ней любовь к Богу. И она, естественно, желает наслаждаться ей и другими мысленными вещами, но не может этого делать беспрепятственно. Первый человек беспрепятственно мог как к чувствам чувственное, так умом умное воспринимать и наслаждаться тем. Но ему следовало преимущественно занято быть не худшим, а лучшим, хотя сам по себе мог он входить в общение и с мысленным, через ум, и с чувственным, через чувство. Я не говорю, что Адаму не следовало пользоваться чувством, ибо не напрасно был он обложен телом, но что не следовало ему преимущественно услаждаться чувственным и ради чувственного, а следовало усматривая через чувственное впечатление красоту твари, востекать к виновнику ее и им услаждаться с изумлением, сугубо имея причины изумляться создавшему, а не к чувственному прилепляться и тому удивиться, оставив мысленную красоту Создателя. Так должен был действовать Адам. Но как он, худо пользуясь чувством, чувственной стал удивиться красоте, и увидев плод прекрасным для видения и добрым, в пищу вкусил его, оставив наслаждение мысленными вещами, то праведный судья, подчетший его недостойным созерцанием Бога и всего сущего, вещей презренных им, изгнал его, положил тьму в покров свой и всех невещественных предметов. Ибо не должно было нечистому предоставлять святое, но что возлюбил он наслаждение, тем и попустил ему Бог, оставя его жить чувством с малыми следами жизни умной. Вот отчего подвиг к достижению общения с мысленными вещами соделался для нас тягчайшим, ибо не в нашей власти умом наслаждаться мысленным, так же, как чувством наслаждаемся чувственным, хотя и великую к тому получаем помощь через крещение, будучи им очищаемы и возвышаемы. Впрочем, сколько доступно нам, мы все же должны упражняться в мысленном, а не в чувственном. Тому дивиться и того желать, из чувственного же ничему не дивиться и ничем не желать услаждаться самим по себе, как чувственным, и в удовлетворении чувственности, ибо поистине она никакого сравнения не может иметь с мысленным. Видим, что как сущность сущности, так и красота красоты бывают удивительнее. Но каковы они есть, так и относиться к ним должны мы. Возлюблять же срамное, более благолепнейшего и низкое, более досточестного, всякое превосходит безумие. Это еще когда так относится к тварям мысленным ли то, или чувственным. Но что сказать, если так относимся и к тому, кто выше всего, когда и ему предпочитаем вещество безобразное и ничтожное. И вот в чем теперь наш подвиг. Внимать себе с очищанием, чтобы мысленным всегда наслаждаться к тому и уму желания простирая, и отнюдь не позволять себе окраденными быть чувственным. Увлекаясь к тому чувством, до удивления ему ради его самого. Но если нужно и чувством пользоваться, надлежит пользоваться им для того, чтобы оттварить творца познавать. В них, видя его, как в водах видим солнце, так как в сущем отображается первый виновник всего, поскольку это вместимо для него. таково лежащее на нас дело. Но как его исполнить, об этом следует подумать. Ибо, как сказано, тело желает наслаждаться свойственными ему вещами посредством чувства. И чем более удовлетворено бывает, тем более желает. А это противно стремлению души. Почему первую заботу души добудет всем чувствам наложить узду, чтобы не услаждаться чувственным, как сказано? Поскольку же тело, чем сильнее бывает, тем сильнее стремится к своему, чем же сильнее к этому стремится, тем неудержимее бывает, то душе надлежит второе, усильно стараться умерщвлять плоть постом, бдениями, стояниями, спанием на голой земле и всякими другими лишениями, чтобы, истощив силы ее, иметь ее смиренной и благопокорливой при своих духовных деяниях. В этом и есть главное, что предлежит ей исполнить. Но как желать этого легко исполнять трудно, и много при этом допускается опущений против должного по причине окрадения чувством при всем внимании, то третье благоразумно придумано врачевство, молитва и слезы. Молитва благодарит задарованное благо и спрашивает отпущение при грешении и неспослание сил на дальнейшее преуспеяние. «Так как без божественной помощи душа, как сказано уже прежде, ничего не может исправно делать одна, еще же она доставляет единение с тем, кого взыскала душа, и усложжение им, и желательно силы, всецелое к нему устремление, что наиважнейшее есть дело в достодолжной жизни, то есть это склонение воли желать всего сколько возможно сильнее. И слезы великую имеют силу, умилостивляют Господа при грешениях наших, очищают причиняемое нам чувственное сластье осквернение и окрыляют вожделение горнего». Так вот в чем есть дело. Главное созерцание мысленных или духовных благ и всецелое их вожелание в силу этого порабощения плоти, коего части суть пост целомудрия и прочее. Все одно для другого подъемлемое, для этого же и вместе с ним молитва. Каждое из этих делание разлагается на многие части, которые однако все состоят в связи, так что одно другим требуется и одно без другого не бывает тридцать. Никто пусть не думает, что славолюбие и серебролюбие принадлежит к телесным страстям. Телесная страсть одно сластолюбие, которое находит подобающее врачество в умерщвлении плоти. Сказанные же две страсти суть порождения неведения, не испытав и не познав истинных благ, мысленных или духовных. Душа придумала благо ложное, богатством, думаю, утешиться, воскудение духовными благами, а богатстве печется она вместе с этим и для удовлетворения сластолюбия и славолюбия, и для него самого, почитая его неким благом, о чем скажем, что все это есть порождение неведения истинных благ. Словолюбие не по причине скудости потреб телесных бывает, ибо им не телесное что-либо удовлетворяется, но по причине неиспытания и неведения первого блага и истинной славы. И не словолюбие только, но коротко сказать, и всех зол корнем служит неведение, ибо невозможно, чтобы тот, кто как должно познал природу вещей, и то, откуда каждая из них и какое имеет назначение, забыв потом о своем последнем конце, устремился к земному. Душа не пожелает такого блага, которым знает, наверное, что оно только кажется благом. Пусть даже Тиранский влечет ее к чему-либо привычке, она в силу точного и ясного познания дела может победить и самую привычку. Но и когда еще не было привычки, она по причине неведения привычаема была, так что более всего и пораньше надо стараться приобрести верное о всем сущем познании и потом в соответствии тому и волю свою окрылить стремлением к первому благу. Презреть же все настоящее благо нетрудно тому, кто верно познал полную их суетность. Страница 359 Преподобный отец святой Авва Филимон Краткое сведение о нем В какое время жил преподобнейший отец наш Филимон из богоноснейших отцов наших трезвеннейший и слезно сокрушеннейший достопамятности отеческие не сказали нам, но что он был муж благоговейнейший и многоопытный и любил безмолвие более нежели кто другой из старцев как точнейший подражатель великого Арсения это желающим предлежит увидеть из настоящего слова ибо в молитвах и молениях день и ночь терпеливо пребывая в пустынной своей пещерке и приснотекущими источниками слез и сладчайшего плача омывая себя и над всем чувственным и мысленным боголюбно вознесшись как глухой и немой всегда предстоял он богу исподобился предимного просвещения божественной его благодати от которого как от солнечного сияния этот преснопамятный в своем крайнем безмолвии и молчании обогатился даром не только воссуждать и рассуждать но и прозревать и предвидеть свидетель этому верный предлежащее здесь сказание о нем в котором предлагается рассудительнейшее его учение о священном трезвении как с деятельной его стороны так и созерцательной основанной на долговременном собственном его опыте и так кому желательно сбросить в себя скверную и мерзкую одежду страстей или что тоже совлечись ветхого человека и облещись в светлое одеяние бесстрасти и благости или в нового Христе Иисуса человека тот часто получаясь в этом учении старца и узнаваемое по силе исполняя делом удобно достигнет желаемого много полезное сказание об ави филимоне говорили об ави филимоне отшельники что он заключил себя в некой пещере недалеко отстоявшей от лавры называемой роме евою и предался подвижническим трудам мысленно повторяя себе то же что как передают говорил себе великий арсений филимон зачем и шел ты сюда довольное время прибыл он в этой пещере делом его было вить верви и сплетать кошницы которые отдавал он эконом а от него получал небольшие хлебцы которыми и питался он ничего не ел кроме хлеба с солью и то не каждый день а теле как видно совсем не имел он попечения но упражняясь с азиацания был осеняем божественным просвещением и сподобляясь от то ли неизреченного тайноводства пребывал в духовном радовании идя в церковь по субботам и воскресеньям он шел всегда один в самоуглублении не позволяя никому приближаться к себе чтобы ум не отторгался от делания своего церкви же став в углу и лицом поникши долу испускал источники слез непрестанно имея сетование и в уме вращая память смерти и образ святых отцов особенно Арсения Великого по следам которого и шествовал всячески старался шествовать когда в Александрии и окрестностях ее появилась ересь он удалился оттуда и отошел в лавру Никонорову прияв его боголюбивейший павлин отдал ему свое уединенное место и устроил для него совершенное безмолвие целый год никому не попустил он повидаться с ним и сам немало не докучал ему разве только в то время когда подавал потребный хлеб настало святое Христово воскресение когда при свидании зашла у них между собой беседа и речь коснулась пустыннического жития тогда уразумел Филимон что и благоговейнейший этот брат павлин тоже питает прекрасное намерение пустынно жительствовать богатно всевает в него подвижнические словеса из святого писания и отеческие всем показывая что без совершенного уединения невозможно угодить Богу как негде любомудрствует и Моисей Бога просвещенный отец что безмолвие рождает подвиг а подвиг рождает плач плач страх страх смирение смирение прозрение прозрение любовь любовь же делай душу здравой и бесстрастную и тогда человек познает что он недалек от Бога он Филимон говорил ему надлежит тебе посредством безмолвия совершенно очистить ум и дать ему непрестанное делание духовное как глаз обращаясь на чувственное всматривается видимое так чистый ум обращаясь к мысленному восхищается духовно созерцаемым так что и не оторгнешь его от того и насколько посредством безмолвия обнажается он от страстей и очищается настолько сподобляется и ведение тех духовных вещей